Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению StarStable Online. Посмотрим, какую новую тренировку добавили на ферму Стива, какая ярмарка с какими лошадками по скидке ожидает нас до 28 февраля, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество StarStable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большую количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка StarRider, Life и донатной валюты StarCoins. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. На ферме Стива у нас теперь постоянно будет гонка с лонжированием. Находится она в бочке фермы Стива и давайте же посмотрим, как выглядит данная ежедневная гонка. Так мало того, что ежедневная, она еще и без ограничений, то бишь выполнять вы можете ее неограниченное количество раз. Привет, Дарья! Ты знаешь про лонжирование? Это отличное упражнение для лошадь, тому же оно укрепит вашу связь. Монклауд, попробуешь? Иногда я провожу его с лошади перед занятием, чтобы она размялась и получила прилив сил. А еще это альтернатива обычным конным тренировкам. Кстати, на корде зачастую тренируют молодых жеребят, чтобы они научились командам и развили мышцы перед тем, как повезут наездника. Нет, лошади еще не научились чудесным образом ходить по кругу сами. Мы должны подсказывать им, что делать. Нужно ускорить темп, дай соответствующую команду. Если нужно выбрать круг побольше, ослабь корду. Веревку для ралонжирования и попроси лошадь перейти на другой круг с помощью жестов и голоса. Хочешь посмотреть, как устроена тренировка? За первое прохождение нам дадут 25 шиллингов и 300 опыта для вашей лошади. Давайте же посмотрим, как это выглядит. Даду на гонку вы можете проходить с абсолютно любой лошадью любого поколения. Для начала попроси лошадь перейти на шаг. Молодец, лошадь отлично тебя понимает. Теперь выберай круг побольше, для этого ослабь корду. Если вы не застали летний лагерь вестерн, то там была точно такая же гонка. Превосходно. Так, теперь вели лошади перейти на рысь. Если еще ослабить корду, Монклауд сможет пойти по большому кругу. Все отлично. Ой, видела? Для лошадей нормально немного сбиваться с темпа или уходить с маршрута. Это лишнее напоминание о том, что во время тренировки по лонжированию нужно сосредоточиться и вовремя давать лошади команды, иначе она может попросту восстановиться. Монклауд прекрасно тебя слушается. Давай выберем более круг поменьше и пустим лошадь шагом. Да у тебя талант. Предлагаю на этом пока закончить. Не забудь дать лошадке что-нибудь вкусное. Монклауд молодец. Вот такое вот ежедневное задание у нас теперь появилось. Далее ежедневно мы будем получать 50 опыта. Так как у меня Монклауд 15 уровня, я не буду выполнять это задание, а потом перевыполню на какой-нибудь другой лошадке. А мы тем временем отправляемся на ярмарку. В Мордонт вернулась ярмарка с лошадками, с вещами, ну а также со старыми питомцами и скидками на этих самых лошадок. Но все по порядку. К нам вернулись на удивление поросят. Казалось бы, насколько я помню, в прошлом году нам обещали, что они больше не вернутся и будут удалены из игры. Но тем не менее, в этот раз они вернулись и счастья не было моему предела. И если не ошибаюсь, были добавлены как раз окрасы поросят, которых не было в прошлый раз. Ну а также к нам вернулись милые малыши-тюлени. Или морские котики. Вот такие вот маленькие, но не менее плюшевые и не менее милые питомчики. Очень жалко, что больше они не возвращаются к нам зимой с тем видом, с каким приезжали раньше. Это был такой мини-ивент, который проходил, насколько помню, зимой, что к берегам прибивало кусочек айсберга, на котором как раз и находились эти самые малыши. Ну просто посмотрите, какие они лапочки. У меня есть один такой тюленчик, но может быть я прикуплю себе чуть позже еще несколько окрасов. Дальше у нас идет уже ярмарка конкретно вещей вместе с кладовкой. И также здесь есть магазинчик с вкусняшками для вашей лошадки. Что же продается по скидке в этом году? В этом году весь комплект покорительницы Прерии продается по скидке. Очки клуба Бульдоги и также весь сет клуба Бульдоги. Кстати, неплохой Вольтрап. Я думаю, Вольтрап я прямо сейчас с собой и унесу. Дальше у нас идет комплект уже клуба Бобкот. И у нас дальше по скидке продаются уздечки, нагавки, где-то бинты, недоустки. И также разные сеты и отдельные вещи, такие как шляпы, ботинки, нагавки. Просто отдельные какие-то предметы. Также еще морские вот эти вот комплекты. И старые добрые сеты, которые когда-то продавались в Элдоле. В том числе и одежда, и амуниция. Ну что ж, да, вещички довольно старенькие, пожалуй, кроме некоторых сетов. Но все равно очень приятно покупать их по скидке. Что же касается лошадей. В этот раз до 28 февраля, то бишь до обновления в среду по скидке, вы можете приобрести себе Моргана, Липецана, Фриза и Бельгийца. Я знаю очень много людей, которые благодаря этой ярмарке скупили себе чуть ли не всю бельгийскую полукровную. Причем таких человек уже несколько. Я не знаю, я считаю, мне столько лошадей не нужно одной породы. Хотя да, некоторые масти очень красивые, они мне безумно нравятся. Но какого-либо повторения я в конюшне у себя наблюдать не хочу. Хотя, может быть, кого-нибудь и куплю. У меня осталось несколько дней на раздумье. Напишите в комментарии, скупили ли вы всех бельгийцев. Купили ли себе какого-нибудь первого Фриза или еще одного Фриза. Или решили стать новым королем выездки с помощью Липецана. Или просто купили себе симпатичного вестернского Моргана. Кстати, Липецан у меня один и есть. И я думаю купить все-таки несколько лошадей с этой ярмарки, но не на свой основной аккаунт, а своим топ-персонажем. Ну а себе, возможно, в конюшню добавлю наконец-то породу Моргана. Если что, у меня нет ни одной лошади данной породы, что собственно очень удивительно. Думаю, надо это исправлять. Небольшие обновления. Разработчики внесли некие технические изменения в игровой рюкзак. Правда, эти изменения мы пока не можем увидеть. Но они являются непосредственной частью будущего проекта по обновлению системы инвентаря. Как вы помните, разработчики обещали нам что-то изменить с рюкзаком, шкафом и конюшней. Так что ждем в ожидании того, что в ближайшие, наверное, несколько месяцев все-таки выйдет какое-то обновление, посвященное именно рюкзаку, шкафу и конюшне. Это очень интересно. Я лично хочу, чтобы можно было в каждой вкладке страницы вашего гардероба делать некую категорию. И вещи туда бы как-то автоматически переносились и как-то автоматически сортировались. Было бы очень-очень удобно. А еще новички, которые только-только приходят в Star Stable, для вас вышло особое обновление, о котором вы, возможно, и не узнаете. Ну а те, кто создают доп. аккаунты, конечно же, это заметят. Ваша самая первая лошадь, которую вы получаете на старте игры, теперь изначально будет второго уровня, что даст новичкам небольшую фору, чтобы им проще было влиться в насыщенную юрекскую жизнь, со слов разработчиков. По мне, так это очень странное обновление, и со мной уже поспорили очень много людей. Потому что, на самом деле, прокачать вашу любую лошадь до второго уровня не так сложно, даже если вы пришедший только в игру новичок. Вам достаточно выполнить всего лишь два пункта из основного ухода за вашей лошадью, и вы прокачаете ее до второго уровня. Единственный момент, в котором это может вам помочь, что самая первая гонка, которую вы проходите в загоне в лагере Юрвик около Морланда, действительно, вы пройдете ее намного быстрее на лошади второго уровня, ежели на первой. Также разработчики обновили некоторые заставки в игре, и теперь у нас немножечко по-другому выглядят советы, ну и также сам текст советов был обновлен. Так что на этом все, обновление подошло к концу. На следующей неделе лонжирование будет доступно в новых местах Юрвика. Я так предполагаю, что оно появится на ранчо Старщайна, как раз в той самой бочке. И если мы подумаем, где бы еще находилась бочка, по-моему, скаковая дорожка Баронессы. Так что сидим и ожидаем, что лонжирование скоро появится абсолютно по всему Юрвику. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!